Ничего не пострадает, родители. А вот и пострадает, и пострадает. Надо, и пострадает. Почему жители? Я вас услышал. Не позволим, не позволим. Мы против, соберем митинги. Сказано, сделано. Жители Павловска действительно собрались у здания администрации района 15 ноября. В тот день власти края и муниципалитета, а также несколько местных жителей, обсуждали перспективу создания мусороперерабатывающего предприятия, которое в крае хотят построить здесь уже не первый год. Люди против. Не делайте из Павловска помойку. В любом случае, завод, не завод, это клеймо приклеится к населенному пункту. То есть Павловский будет мусороперерабатывающий. Судя по информации с совещания, будущий завод должен расположиться между селами Павловск, Елунино и Боровикова. У местных есть вопросы к выбранному участку. Люди говорят, что весной там собираются талые воды, а потом стекают в обь. А жители Павловска считают заявленное расстояние всего в 5 километров от их села слишком близким. Неподалеку от населенного пункта действуют детские лагеря и санатории. И хоть чиновники утверждают, что роза ветров не создаст проблем, люди так не думают. Павловск находится как в чаше, поэтому даже при любом раскладе весь ветер, вся эта пакость, которая происходит, она приносит к нам на территорию района, не то, что район, а в Павловск именно, и она здесь осаждается. Поэтому лес расположен вокруг Павловска, и практически это никуда не уносится, все остается здесь. Опасаются люди и масштабов комплекса. На совещании было заявлено, что завод будет принимать мусор с 10 районов, в том числе Барнаула. Они не скрывают то, что для них удобно в плане коммуникации и логистики. То есть есть дороги, есть электричество, есть газ. Если где-то иные места, то там нужно все это проводить, строить. Плюс, как бы, они указывают второй момент, то, что земля должна быть в краевой либо на муниципальной собственности. То есть, соответственно, вроде как в других направлениях, где нет густонаселенных пунктов, людей, соответственно, там земля частная. Жители Павловска изначально были неравнодушны к проекту мусороперерабатывающего завода. Главный поселок района уже много лет страдает от местного полигона. Мало того, что свалка расположена еще ближе к городу, чем будущий комплекс, так она еще и постоянно горит. Жители считают, что ее поджигают, чтобы уменьшить число отходов. Люди кого-то отчасти подвели, потому что люди устали, и вот это вот постоянно неравнодушно. И это происходит вот каждый вечер, тут открытым пламенем все зарево, к утру притухло. По мнению жителей, завод едва ли будет отличаться от подобной свалки. Ведь даже один из самых передовых мусорных комплексов России больше процент нечистот закапывает. Согласно документам, предприятие в Павловске будет утилизировать не менее 40% от массы ТКО. Среди них будут органические отходы, черные цветные металлы, макулатура, полимеры, стекло. Лучший выход из ситуации, считают активисты, минимизировать количество мусора, построив частный комплекс, только для районных отходов, вдали от административного центра. Тем более, один из меценатов потенциально готов поддержать эту идею, утверждают жители. За комментарием касательно проблем мы обратились в администрацию. Однако, как нам сказали в приемной, сегодня глава Павловского района отсутствует. За три дня нам не удалось с ней связаться. У главы плотный график. Комментировать ситуацию не стали и краевые депутаты, участвовавшие в собрании в Павловской администрации. А Краевое министерство природы не смогло оперативно предоставить ответ на наш запрос. Сейчас жители Павловска живут надеждой. В 2021 году комплекс по переработке мусора хотели сделать в Первомайском районе. Когда жители запротестовали, решение отменили. Но эксперты утверждают, что там ситуация была проще. Тогда еще не было ни инструментально запущенных, только решила речь о легимитизации вопросов, внесенных в территориальную схему. То есть не было никаких, собственно говоря, серьезных больших решений. А здесь уже есть и нормативка принятая, ну и, собственно, запущенные процедуры. То есть заключение конституционного соглашения. Проект о создании комплекса в Павловском районе уже участвует в процедуре торгов. И скоро будет объявлен победитель, который должен будет приступить к созданию предприятия. Для начала разработает проект. При этом общественных слушаний не проводилось. Было это мероприятие, и оно позиционировалось как рабочее совещание у главы. То есть это не общественное слушание было. Нужны общественные слушания при переводе земельного участка в категории сельхозназначения в категории землепромышленного назначения. Сейчас жители обращаются к местным депутатам и собирают подписи против строительства комплекса. Их счет идет на сотни. Раздают такие автомобильные наклейки. А 25 ноября планируют собрать всех несогласных на стадионе и выразить общую позицию. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.